Друзья, привет! Нахожусь на очередном из наших объектов. Выполняем работы по реконструкции кровли. Хочу вам показать некоторые детали и узлы, которые мы реализуем непосредственно на данном объекте. В настоящее время расправляем утеплитель, чтобы у нас не было каких-либо зазоров. Он был вложен максимально плотно. Таким образом мы исключим какие-либо мостики холода. Какой пирог утепления мы здесь конкретно применяем? Вот на этом участке хорошо видно. Стропилы у нас идут 150-е. Соответственно, из рулонного материала используем урсу-тера для скатной кровли. Укладываем утеплитель толщиной 150 мм между стропил. Далее монтируем вот такой вот брусок сухой струганый 50 на 50 по горизонту. Укладываем между него уже плитный утеплитель толщиной 50 мм. Далее монтируем брусок по вертикали. И будем уже укладывать утеплитель между вот этими брусьями. Таким образом у нас получится общая толщина пирога утепления 250 мм. Вот такой вот получается у нас пирог. Что касается устройства пароизоляции. При реконструкции это достаточно такая трудоемкая работа. С чем она, соответственно, связана. Имеются различные вот такие вот сложные места, которые необходимо обойти и добиться на них максимальной герметичности. Ни в коем случае здесь недопустимо натягивание пленки. Не исключается наличие каких-либо воздушных мешков. Потому что вот этот воздушный мешок, он не даст полноценно вложить утеплитель. Соответственно, мешки недопустимо возле стропил. И вот в таких вот местах, где есть у нас любые углы, все должно быть под 90 градусов. Все плотно, чтобы мы могли вырезать утеплитель под необходимый размер из рулона. И плотно, без зазора, его уже, соответственно, уложить. Что касается по креплению данного материала и самого непосредственно материала. Применяем специальную пароизоляцию с переменной паропроницаемостью от компании Proclima. Называется она ДСАТОП. Стол в ней такого интересного. Вот эта вот пароизоляция с переменной паропроницаемостью позволяет обернуть стропила. Таким вот образом здесь стропила у нас будут дышать. Поэтому применять какой-либо другой материал, паростопор, классическую пароизоляцию, здесь нельзя. Иначе у нас стропила будут преть. А этот материал позволяет, что влага за счет диффузии будет у нас уходить. Такой вот интересный материал для реконструкции. Хорошая очень у него плотность. Спокойно ходим по крыше. Нигде его не повредили. Перехлёстый, соответственно, полотен, где у нас получается стык материала, мы все проклеиваем с помощью вот такой вот ленты от компании Proclima. Таксон Ванна. Если есть какие-то места повреждения, их, соответственно, тоже обязательно заклеиваем. Вот это очень важный момент. Нужно выполнить абсолютно герметичное примыкание и обеспечить герметичность данного материала. Сейчас вам покажу небольшие детали устройства на фронтонной части. Для того, чтобы выполнить примыкание на фронтоне, мы предварительно вот эту вот неровную поверхность здесь пока временно зафиксировали. Немножко подровняли с помощью плиточного клея. Поскольку сюда клеиться было вообще нереально. В настоящее время пройдёмся специальной грунтовкой от компании Proclima. И с помощью ленты ванны уже обеспечим герметичное примыкание пароизоляции к фронтонной части. Вот так вот будет это у нас всё выглядеть. Также есть вот такие вот слабые места, с которыми можно столкнуться при реконструкции. Стропилу здесь уже не передвинуть. Что мы делаем здесь? Это вот типовая ошибка, когда не учитывают примыкание фронтонной стены и зазор между стропилой. Для того, чтобы можно было сюда качественно уложить теплоизоляцию. Вот кроме как заполнить этот зазор полностью монтажной пеной, ничего уже, к сожалению, лучше здесь не придумать. Для того, чтобы зазор был полностью заполнен, мы используем вот такую вот обычную трубку из магазина автозапчастей. Надеваем её на пистолет и таким вот образом контролируем полное заполнение зазора между стропилой на всё сечение и между фронтонной стеной. Такие вот работы в настоящее время мы провели. Что касается самого крепежа, фиксации плёнки, как я уже сказал, воздушные мешки недопустимы. Вот такие вот сложные места имеются. Аккуратно разрезаем плёнку и потом всё полностью заклеиваем, все надрезы, разрезы с помощью вот такой вот ленты. Крепим её, дабы здесь у нас не возникали какие-либо воздушные мешки, утеплитель был уложен плотно с помощью арголита на строительный степлер. То есть вот этот материал у нас имеет механическую фиксацию. Вот такое вот устройство мы выполняем. Всем пока!